Спасо-Преображенский собор с фресками XII века Это древнейший монастырь Пскова, был основан в XII веке, в средние века это было место одним из центров культурной жизни древнего Пскова В 1124 году был закрыт Находился в ведении Псковского музея, в настоящее время весь монастырский комплекс является памятником федерального значения Вот так выглядит Спасо-Преображенский собор, Стефановская церковь XVII век, Спасо-Преображенский XII век, Дом настоятеля Так, ну все, пошли в кассу Яплоницы тут Ой, как красиво О, красиво, красиво, цветет Баженский сад Угу 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 Инстративная какая-то здания Здрасте, билетик Вот снимок просмотра, фотографировать можно, но без почки. Пожалуйста, шумно. Могильные кресты. 14-16 век. Могильные кресты. Могильные кресты. А это подлинные фрески, их даже не реставрировали, да? Нет, они раскрыты в первозданном деке. А вот это вот, что за святые вот тут стоят? Вот это прямо. Ну, это все Евангелие на стенах. Ага. Понятно. Пожалуйста, пожалуйста. П پ... П... Присаживайтесь. П... П... Продолжение следует... 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 максимум два-три. Но полного аналога нашему храму нет. Это вообще единственный храм в мире. Вот у нас в Пскове Спасопревраженский собор, где сохранился такой ансамбль, он моментально лежит со середины 12 века, работая византийских мастеров, это еще в такой сохранности. Так что вы находитесь, конечно, в отдающемся храме. Ну а сейчас давайте начнем читать Евангелие, смотреть самые главные моменты из жизни Иисуса Христа и Богоматери. И начнем это, конечно, с самого главного места храма в Салтане. Когда в Салтане ниже авария в Салтане, увидите композицию Дейисуса. Цель на одной места Иисус Иисус. И в Ему вносит слов, а вводит в Салтане, послабляя Богу и Ему в Салтане, двусторонний. Истатия Бога, Можа, Цель и Ангелия и Течи, которые сломаются в Салтане. Дейисус переводит из греческого моление, прошение. Это сцена моления, прошение, где предыдущие страсти на судах, когда Иисус Иисус и Салтане в второй раз приходят на землю, чтобы судить и перезайти. А в этот день Его мать, Дева Мария, и Ангелия Течи, близкил Иисуса Христалову, и Террага, являются соскутниками человеческого рода и Бога, Аминь, и Террага, и Террага, и Террага, и Террага. Замоките, пожалуйста, что у нас в алтаре изображен Страшный суд. Почему? Хорошо запомните, потому что по канону, по правилам, Страшный суд должен все-таки быть на западной стене христианского храма, но кроме этой сцены на западной стене еще изображается обязательно ракет. А то есть человек выходит из храма, потом смотрит, что ему предстоит, а верующий человек понимает, что такого события, как Страшный суд, ему не избежать. Если вы, выходя из храма, человек задумывается о том, как прожить эту жизнь на этой земле, чтобы после Страшного суда ее душатая пропасть. А видите, а у нас уже с алтаря бывает на драке, у нас в Страшный суд был таре. Но это, конечно, прежде всего связано с древностью нашего собора, но когда вы уже в конце экскурсии увидите блеску, которая у нас на западной стене, на месте Страшного суда, вы обязательно поймете, почему в нашем соборе именно в 12-м веке так случилось. Почему в Страшном суде здесь, и на месте есть другая блеска. Но в двеску мы будем смотреть по моему центру, и это область и самоварь. Вы же нам, где Иисус, вот в этой этой алтаре, прямо домой, увидите, вносится у грамм, в собор посвящен преображению Иисуса Христа. И это прескопе обращение, конечно, тоже находится во алтаре. И так, Иисус Христа превратится на даре и по дому. И этот удар сразу на антаре Иисуса не символизирует в голове сверху, на вершине, горы Павла, в этой белой луне встали Иисус Христа, вне жизни не только Рома и Моисии, а ученики Иисуса Христа, которые мы преобразим, на наших местах изображены, в самом деле, мать, сразу на ногах Иисуса Христа в виде Иисуса Христа. вне жизни не истинных, которые ползали, когда на ногах из Белого Бога. Кстати, свидетелями всего преображения, из 12 апостолов Иисус Христос выбрал только дрови, их самых любимых. В горе Христос уже подняли, и дра, и а, и лапа. И каким же образом Иисус Христа предъявили, и не оказались? Одежда, и восемь лет, и консвет, и все это сияло, как солнце, он не всегда сиял, он всегда относился, а тот еще голос, голос, и вес раздался, сея сына, на этом времени, и столшинцы, и когда на чьих летелись в вторую сияющую, то есть, униороженную Иисус Христа, они так истинали, что в страхе, упали на колени, Но зато свои преображения Иисус Христос начательно доказал, что именно будет сходить в общество системы человечества. Под реалистическим это вытянутая во всю стену логовая позиция не в комиссии сверхречащения. Иисус Христос причащает Своих мечников по хвостам. Обратите внимание, это место больная, синетричная. Она состоит из двух одинаковых церкальных изображений. Эта симметрия свидетельствует о большой важности данной блески и росписи Крама. И так на дважды изображены престолы. Вот они слева с крыльями к престолу и справа с крыльями к престолу. За престолами дважды, пола дважды, постоянно Иисус Христос. Вот он слева к полу и справа к полу. За ним в небо вскрыли, прислушивающие ему важны. Из двух сторон, в направлении к Иисусу Христос, предназначенный хвост, предназначенный постоянный друг от друга, двигаются его ученики, которые его причащают. По шесть учеников с данной страны. Но все они разные. Здесь шесть людей, здесь шесть людей. Единственная серьезная разность этих изображений получается в том, что с этой стороны, да, Иисус Христос посещает своих учеников веном, то есть с кровью. Видите, он обок с кровью держит. А с той стороны слева, небо, то есть тело. Неровная поверхность стены сезаревируется реальным движением апостола. Ну а теперь вы опять видите, как если меняется с охраны с ним в креск, да, вот так высоко заскандала, стояла вода, что она даже обновляет с него. Кому это не свидетельно, даже сами точно не знают, потому что у него именно голова. Таким образом взяли святы, как в церковь, святители и ночи. Ну вот перед вами планы, мы здесь уже все сделаем, в честь руками, вот эти кривые краски святы, и вам нужно узнать, что это будет хроничным, а может ничего не стало. Ну что, давайте начнем, придется на обратно, на обратно, на стене, как все может быть, по всем. И начнем с самой квартиры, поражения детского собора, которые события, которые самые главные христианские истории, с которой, собственно, и начинается, вся история христианских времени. Итак, христиан Рождество Христово. Ну что, здесь, конечно, сахарность уже не такая хорошая, что делать? Ну, я имею в виду, по сравнению с этими, но для 12 века я уже не совсем попросил храм, потому что мы сейчас с вами все поймем, мы все прочитаем. Итак, как всегда, между святой Христово, в центре пещеры для родителей с Христово. В пещере Богородица, Ясно, Слава Рождества Молодец, но вы помните, на родительстве Христово еще обязательно изображаются три волхва, три восточных пудреца, которые несут дары Иисусу Христу. Так вы посмотрите, на нашем кресле волхвы изображены аж два раза. Мы их видим в двух эпизодах. Обычно они один раз изображаются. Справа, на клещера, и дары в даре в даре в цемно-зинфе, который находится на пещере, а у нас смотри. Сначала мы видим волков с неба, в клещеры. Вон они скачут на коня, видите, вот в коня, они с вами с пришла, поделись в клащево, и с финал. То есть сначала художник изображает волков еще в пути. Вот они скачут в Вифлеем, где родился Иисус Христос. А тут, конечно, указывает Мефеемская звезда. Вон она, на нашем кресле, справа от пещеры. Нет, видите, с другими, с тремя пещерами. Второй раз мы видим волку уже справа от пещеры. Вот они, трое, стоят на своей собственной ногах. То есть они уже высоко, они уже на месте. Они уже нет. Так вы обратите внимание, на нашем кресле волку и стоят спинами вот к этой цифральной пещере. А дает свои корни, дорогие циклотенцу, которые у нас возле скружены второй раз. Вот они в центре, в пещере, вот они в центре поклонения волков. То есть получается, что художник, который в нашем кресле писал, особое внимание людей на уровень времени обращает на волков. Видите, как он подробно изображает двух эпизодов о всеми поклонениях, и в другой раз изобретения. Но мы можем понять словно по фестантинскому художнику XII века. И в центре, ну, а сейчас Иисусу Христу не простые дали, а символические. Золото как царю, ладонь как волк, мир как покойник. И вот человеку XII века, пол-вязычнику, который еще только ходит в христианство, надо же было в своей голове как-то понять, как-то уважить, что в одном Боге человеке, в одном Зоскресе, совмещены аж три ипостаси. То, что Иисус Христос и царь, и Бог, и человек. Но эта тема сложная для понимания, для любого человека и в любое время. Не то, что там человек в двенадцатом веке. Вы проявлены художник, видите, он как варок, который бросил эту сцену поклонения волков. Второй раз нам демо Марию в результате. Таким образом, что, несмотря на то, что эта сцену поклонения волков входит в общество душества, она воспринимается как совершенно самостоятельный визу. То есть художник уникает, когда я вам выделяю эту сцену, это сложная тема, посмотрите, что мы здесь окажем. Два же на нашей христии изображен Иосифа, в отручении Деву Марию. Вот он смелый, смелый, в заботе, еще не понимает, на каком Иисус Христос взялся. А страх, который не мангл стоит, как привелся к ним во сне, и все равно объясняет. Говорит, что Иисус Христос родился от Святого Духа, что это Бог, и лучше спасительного человечества. И очень интересный географический нюанс есть у нас в сцене омоление владельца. Служанка Соломия держит Иисуса Христа перед руками. Так вы обратите внимание на жест Соломии. Прежде чем упустить ребенка в воду, она щупает эту воду. Совершенный реалистический момент. Вот на более поздних позициях Христа, там, в XII-XIV веке, тогда уже иконы писались по правилам, потому что это уже свет. Соломия держит Иисуса Христа, но и воду не щупает. А вот в XII веке художник, когда он еще мог так свободно что-то там изобразить, загружать, он взял до ими в этот совершенно элистический момент в жизни. Любая женщина так поступает. Железный ребенок, и суббарь, конечно, он пощупает. Так что на наших пресах, вот ввиду их древности, вот такие интересные жизни и мамы. Ну что, Рождество, мы отмечаем Соломия Маля Провидорица. А ровно через 40 дней, после Рождества, мы отмечаем праздник Сретини. Сретини в переводе на современный русский язык «Встреча». Ну и поскольку праздник Сретини отмечается 15 февраля, но через 40 дней после Рождества, люди часто называют это «Встреча» «Зимы и весны». Ну поскольку вот 15 февраля, зима и весна, скажем себе, право встречаются. Но это, конечно, по природе. А вообще, по Ивану это совсем другая встреча. Итак, смотрим преску Сретини. Вот она, самая верхняя рассловная стена. Когда младенца Иисуса Христа использовала в столе 60 дней от рогов, в этот день его мать, Дима Мария, вот она справа перед Георием стоит, а первый справа, это Иосиф, как лучше Дима Мария. Итак, в этот день Дима Мария, первый раз выросла со своими младенцем в храм на благословение. И первый год встретил Иисуса Христа, на порой же храм на благословение его, был сказан Симеон. Первая из нас северных ответов, это пророчица Анна. И вот он, Симеон. Да, вот Симеон, и в Творе. Ну, посмотрите, как красиво создавался, с таким младенцем. Там такая тонкая решивая, что там, где он кривит. Вот она, она здесь, и вот и славяй. Важная встреча старца Симеона и младенца Иисуса Христа на полюке храма, это первое благословение Иисуса Христа. Но если мы вспомним о том, что каждая преска, каждый год имеет еще и символический смысл, здесь, конечно, тоже есть еще и символическая встреча. Это символическая встреча старого и нового завета. В лице Симеона, которому в данный момент уже более трехсот лет, ему давно уже надоело жить на этой земле, он давно просит Бога, чтобы тот взял его к себе на небо. Но ангел однажды Симеон сказал, что он умрет только тогда, когда благословит, будущего спасителя рода человеческого Иисуса Христа. И вот он ждет, 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 но вот наконец-то дождался, когда ему уже 300 лет. Так что в лице Симеона олицетворен старый, ветки, заветка, продунтор рождения Иисуса Христа, а в лице Иисуса Христа нового царя, который отрешен не сосреди Иисуса Христа. Так что здесь, как видите, еще и встреча старого и нового царя. Ну и фресия, которая между небольшими отрекциями, между прочим словом, и среди, вот она, в принципе, это еще. Уявление Фомы. Все, конечно, помним, а что выражение Фома не держит, но могу напомнить, Фома, который не поверил, что Иисус Христос воскрес, все остальные ученики говорят, что Он воскрес, мы Его видели, а Фома говорит, я уверую в это только тогда, когда сам свои версты вложу в Ему раду. И вот она живет, как раз именно в этот момент, когда Фома, наконец, действительно, уверовал в то, что Иисус Христос воскрес, и он. И так, в центре, Иисус Христос очень можно не создавать с отчетством, чем входит туда, не открывает двери. И вот он, Фома, слева, переделка, склонился, протягивает свою правую руку и вкладывает, но не то, что ты, что он, телу руку сейчас вложит на ребро Иисуса Христа, то есть на ту раму, которая осталась после удара копья. Но что раму, по мне, сейчас у нас будет Фома нащупает, а лицо, Иисус Христос, стоит в виде ничего. И вот, поэтому, это памятная памятная изначально переделка, что Иисус Христос действительно воскрес из-за того, но потом людей, которые не верили очевидным, стали называть Амамию Ивановича. И на этой стене у нас есть еще одно изображение Девы Мории. Вот она, направо на два места вверх, закреплена в полную рост, и не может в воду пошла, а потом в правую руку вверх и вверх и вверх. Так вот, это не самостоятельное изображение Дева Марии, а это Дева Марии из той позиции Благовечия. Праздник Благовечия мы тоже уже отметили 7 апреля, когда Архангел Гавриил приносит Благовес Деве Марии о том, что в скором будущем она родила будущего спасителя рода человечества Иисуса Христа. Но вы вспомните иконы Благовечия. На иконах рядом с Девой Марии стоит и сама Ангел Гавриил, то есть они на иконе стоят недалеко друг от друга смотрят друг на друга и между ними изображается колодец. Но на этой стене лягность нашей Девой Марии Архангел Гавриил точно нет. Светлана Денина здесь нет посвящений, это Иисус Христос, но здесь есть у нее закрывающие. Ну и вообще отсюда, где мы с вами сейчас находимся, мы не видим Архангел Гавриил Гавриил Наконец-то что-то еще не будет, все будет ясно, все будут это сразу видеть. Ну а нам для того, чтобы полюбоваться на нашем прекрасном Архангел Гавриил сейчас придется перейти на пустыню. Ну вот он наш прекрасный Архангел Гавриил с композиции Благовещения. Видите, да? Так что видите, художник, который писал нашу фреску Благовещения в нашем соборе, использовал архитектуру крана. На меру предоставленный столбик он может искать своего архангел Гавриил отчетка напротив и стоять и все многие. Но в нашем соборе какую бы фреску ни взяли, каждая из них живопись, архитектура это всегда интимная цель. Что касается нашего Архангела Гавриила, я думаю, вы уже сами видите, какой это необыкновенный красотный образ. Но я могу начать с того, что изображение Архангела Гавриила в нашем соборе является, это уже давным-давно общепризнано, одним из самых выдающихся изображений этого Архангела вообще во всей мировой монументальной живописи. Не только 12 века, вообще всех временах. Ну вы посмотрите, какой сверху помненный, что ли, сверху земной образ. А какая динамика, какое движение. Он как будто парит в воздухе. Или есть такое ощущение, что он сейчас столкнется от какой-то поверхности и взлетит вверх. Какое, естественно, лежит с руки. Какая тонкая моделировка волос, мига, склады камеры. Посмотрите, какой красивый силуэт, какие четкие чеканые линии, какой объем. Ну вот, представьте, перед вами рука Александр здесь своего художника середины 12 века. В 12 веке обладает это мастерство. А в 12 веке с Византии на Русь много художников наезжало, которые обучали русских иконописцев. Но это ведь не значит, что они все были первоклассные, много же было непосредственных художников. А вот новгородский архиепископ Нифон, который заказал наш собор, мы же не забыли, что он был родом из Византии. Он имел там статус, он имел там связи. В конце концов у этого Нифонта были средства, чтобы оплатить работу самым лучшим византийским мастерам. Так вот, у Нифонта была возможность пригласить для госпеса этого собора византийских мастеров самого высочайшего класса. Что Нифонт и сделал. Так вот, я говорю к тому, что самое главное, достоинство нашей прессы, прежде всего, в том, что она написана на высочайшем художественном уровне, что это действительно работали самые лучшие византийские мастера. То есть, изображения Архангела Турилова никаких сомнений не ускоряет. Глядя на этот образ вновь наверх можно увидеть ту самую благую весть, которую передает Дима Мария. Даже его лекарства не предстоит. Смотрим веки на Амни, где нам в разных сенец, где они только что были у нас самыми актуальными, а мы все только что Пасу отметили, только что прошла последняя неделя. Вот эти веки как раз здесь. Итак, сверху на склоне стены сошествия вау. Иисус Христос спускается вау, разрушает север Адама. Выводит из ада всех правильников, в том числе Адама. Вот он, Адам слева. Слева Адама, справа с улицей Иисуса Христа, и правой рукой Иисус Христос, что есть Адама. Ева. А Ева на нашем кресле, смотрите, стоит за седьмой Адама. Видите, женщина как он в таком красивом и богом оборит, что он другого, это Ева. И переводит все правы. Поскольку своему ученической смертью на кресте Иисус Христос искупил грехи людей, это событие распятия Иисуса Христа произошло в Свостную Глядницу, вот его распяли, он своей смертью на кресте искупил грехи людей, рай открылся. А вот на следующий день, в субботу, перед Пасхой, его душа спускается в ад. Кстати, это событие со шестой Адама происходит в Великую Субботу, когда мы еще, когда сам Иисус Христос не воскрес, его тело лежит чемнётое в окробе, вот, и считается, когда его душа и в тот момент, когда его душа с душами остальных праведников переходит из ада в рай, а происходит это уже в 12 часов ночи на воскресенье, когда мы уже Пасху начинаем отмечать, вот считается, что в этот момент Иисус Христос и воскресает. Вот почему эта икона сошествия Ват, это же наша пасхальная икона, на наших православных иконах воскресение Иисуса Христа изображается вот так, вы это знаете, как сошествие Ват, потому что считается, что эти два события, сошествия Ват и воскресенье, это практически одно и то же, с небольшим перерывом. Одно событие тут же следует за другим, то есть в субботу душа спустилась в ад, в воскресенье он уже вышел из Ады в рай и воскрес, ну, собственно, одно и то же. То есть когда мы на Пасху приходим в церковь, на новой лежит именно первая икона, но она так в церкви и называется – воскресенье Иисуса Христа. Но это я вам по содержанию рассказала, а вообще, что на этой фрессе у нас есть один очень редкий, очень древний иконографический момент. Вот вы вспомните более поздние иконы на его церкви, ну, иконы, допустим, 14-15 века, когда уже был канон, правила, от которых художники не имели права отступать. Ведь по канону всегда с двух сторон от Иисуса Христа изображаются Адам и Ева. Адам справа, Ева слева, и он им дает руки и тащит их назад. Но у нас ведь не совсем так. У нас Адам, что правило, справа от Иисуса Христа, правой рукой, Иисус Христос его тащит их назад, но слева от Иисуса Христа, Ева и Ева. В левой руке Иисус Христос держит крест, а за ним экономические изображения, которые стоят на царе, там Давид, Соломон, а слева Иоанн Критич. Хотя Ева на нашей креске, конечно, присутствует, и я вам его уже показала, «Но на нашей креске Ева стоит за свиной Адама на той же стороне, где Адама». Вот такое вы можете увидеть только на нашей креске. Только на нашей креске, потому что в XII веке, поскольку не было четкого канона, четких правил, и художники, которые наши крески писали, особо не были скованы вот этими жесткими правилами, они позволяли себе вот по-своему, может быть, интерпретировать тот или иной сюжет. И вот художник XIII века, вот видите, он решил, что для того времени важнее в левую руку Иисуса Христа крест положить, нежели слева и его веру изображать. И что такое крест? Это прежде всего символ победы жизни над смертью. Это символ победы жизни над смертью. А смотрите, на нашей креске Иисус Христос именно крестом выбирает Адам, именно крестом уничтожает Смех. Вот она, победа Христа. А как важно было человеку XII века полуизвеченному, приходя в этот храм, видит на нашей креске силу креста, ну а значит, силу христианства. Ну а то, что у нас Ева стоит за спиной Адама, согласитесь, что страшного в том, если женщина стоит за спиной Адама, и более 12-й стома. Это я там говорю, что даже вот только этот один и единственный момент, то, что у нас на соседстве Павла, Ева стоит за спиной Адама, а Ева, на 200-й стома, доказывает, что наши крески написаны не позднее XII века, потому что уже на более поздних иконах на этот сюжет, Ева будет слева Иисус Христос. Адам, судя Адам, подсошедшим Маркозника и Эвреса, которая состоит из двух сцен, из двух половин. Смотрим сцену Север. Вот это событие происходит в воскресенье, то есть Иисус Христос уже воскрес, и вот то, что сейчас мы будем смотреть, происходит сразу после его воскресенья. Жены Мерангеса, которые еще не знали, что Иисус Христос воскрес, две Марии, пришли, чтобы помазать тело Иисуса Христами, а ангел оказывает им церкопад и говорит, что Иисуса Христа там уже нет, он воскрес. А церкопаде – это только первое событие. И читаем продолжение. Вторая сцена, правая, является продолжением первого. Явление Иисуса Христа двум женам в воскресенье. Вот он стоит уже живой, воскресший Иисус Христос между деревьями. И те же самые, где женщины в Сависии, и те же, где Марии, с первой половиной. Увидеть Его живых, купая, и он на два. Но они были вообще самыми первыми, кто увидел воскресшего Иисуса Христа. И они были первыми, кто сказал слова, которые мы всегда говорим на фасту. Одна вас ликнула Христос, два сцена, вторая в ответ по рейсу, два сцена. Вы, пожалуйста, обратите внимание, что наши фрески имеют повествовательный характер. У нас нет жесткого деления на тему. У нас нет такого, что ваша фреска с одна половинка, с какой-то темой закончилась, допустим, в мире русская, а потом пошла другая сцена в другой темы. А у нас ну да. У нас одна сцена плавно перетекает в другую. Ведь, например, эти две половины, мы с вами прочитали несколько страниц Ивана. Как будто перенеснули страницы Ивана. А, кстати, для чего Нифра построил этот храм Пскове в 12 веке? Прежде всего, с просветительской цели. Дело в том, что Пскове в 12 веке все переплелось. Здесь язычество и христианство просто соседствовали. А житель Пскова 12 века, сам-то будучи наполовину язычником, приходил в этот храм, ходил по стенам, читал Евангелие. Он, конечно, под руководством священника. И просвещался. Это центр Пскова 12 века. Но таким же просветительским центром этот собор является сейчас. Люди сегодня, как и люди 12 века, приходят сюда и читают Евангелие. Ну и такая же большая пресса, как с той стороны Рождества Христова, церковь с Рождественной Градыцей. Успение – это смерть Девы Марии. Он обещает услышать по большой праздник. Девы Марии играли по собственному словам, она сама не было по телу. И слово «успение» происходит от «уснуть», «заснуть». Девы Марии не столько умирает, сколько усыпает, засыпает. В этот день сам Иисус Христос, спускается с небес, Он принимает в брусию Богователем в виде Саверинатного Младенца. В данном случае Саверинатный Младенец – это символ нового рождения Девы Марии. Дева Мария умирает на прежней земной жизни, но зато заново рождается для новой вечной жизни на небесах. Все на иконах символично. Ну а теперь давайте посмотрим еще одну из самых удающихся прессов нашего собора. Пресс, у которой, как мы считаем, Девы Марии вообще самый лучший художник из Абдул-Медии. Из работающих в четвертом экране. Так, кстати, что касается художников. Ну, конечно, я там у них художников не знаю, что же делать всегда не дошли. Но все-таки наши исследователи предполагают, что в нашем соборе работала Артемия, высококлассных пазиотических художников, состоявшие из 6-8 человек. Они все были высокого класса, но все-таки вот выделяется рука вот самого-самого настоящего профессионала, самого лучшего. Но, одним словом, художник, который, скорее всего, руководил своей Артемией. И вот этот самый-самый лучший, он, во-первых, расписал на Латарь, самое главное место, франк, и он расписал самый верхний лярк свистей. Но когда вы на той половине стояли, вы видели его фреску с ретиной. Помните, какой там красивый Симеон? А вот та фреска, которую вы сейчас посмотрите, является, по-моему, своей специалистой, но вот самой выдающейся из тех, что создал здесь этот самый лучший лярк. Так вот, я имею в виду композицию в самую верхнюю, в любете северной стены, а в Латарь, во-первых, здесь, во одной композиции, совмещены сразу три сюжета. Снятие с креста, положение вокруг и облакивание. Уже тот факт, что Лану Ферси 3-7, говорит о ее большой важности. Вот, может быть, почему за нее взялся самый главный, самый лучший художник. Итак, в центре возвышается огромный крест Голубы. Он делит композицию на две совершенно равные части. У подножия креста, вытянутая двоснежная ловля с телом Иисуса Христа. К лицу Иисуса Христа слоняется его мать, Дева Мария. За ее спиной стоит самый любимый речник Иисуса Христа, и, а на космос, он целует руку своего чести. Никодин и Иосифа и Маккейзия внимают в ноги Иисуса Христа. У изголовья папащица, женщины Иисуса Христа. Обратите внимание, как художник умел и вписал все фигуры этой композиции на неровную плоской стены, что даже очертание скин всех изображенных четко вторит полугу самой фресла. Я просто хочу сказать, что мы с композицией, это фресла, и являемся, это тоже общепризнанно, настоящим шедевром. Но согласитесь, так умело расположить так много фигур в полукруге, это было намного сложнее, чем, допустим, написать их на плоской стене. Но мы же видим, как мы будем блестяще справиться с этой скачей. Но мало того, что это фресло наше для композиционного построения, так она у нас еще и самая лучшая по сохранности в самом деле. У нас, конечно, много летних фреслов с хорошей сохранностью, но там какая-то вообще невеальная сохранность 12 века. Просто сейчас храм был умран, потому что он на леса открывает окна коробла. А вот когда лесов в центре не было, и окна были открыты, бывало такое, что солнечные лучи через окна падали на этот фресло, освещали ее. Вот в такие моменты даже мы не верили, что эта фреска написана в 12 веке. Там правда, там все детали, там все линии, ну просто идеальная сохранность. Но я думаю, чтобы даже в этом был ураль, все равно сохранность в этой прессе выделяется. Это почти 900 век. Какое было лукоое небо, какое была снежная Божия, какая злобная дрова. Вот по сохранности, в этой прессе самой лучшей в нашем соборе, и одна из самых лучших во всей воровой пневмонентальной жизни 12 века. Ну а теперь несколько слов о красках нашего собора. Исследователи очень тщательно изучали краски, которые написаны в прессе, и пришли к единодушному выводу, что все здесь написано привозными заграничными красками. Вы, конечно, сами давно видите, что в роскости выделяется ярко-голубой цвет, и все написано как на фоне голубого нет. Так вот эта голубая краска очень дорогая. Ляпис лазурит. Ее изготавливали из полу догоценного камня синего цвета лазурита и привозили из Афганистана. Вообще, исследователи, в нашем самом деле чистятся. И сразу на живой здесь образуется тонкий просраченный слой прикислого кальция. Это тонкая прозрачная пленка. Ну, собственно говоря, кальция, это настолько тонкая пленка, что мы глазом даже ее не видим, но зато вот эта тонкая прозрачная пленка прикислого кальция является защитным слоем фрески. Вот почему фреска такая долговечная, она находится под защитным слоем. Ну, и даже тот факт, что все у нас написано перевозными заграничными красками, мы четвертый раз доказывали, что у нас действительно работали экзантейские мастера. Если бы работали русские, шкурские, допустим, они бы наши, скорее всего, местные краски. Но в этом случае сохранность нашей фрески, конечно, не была бы такой хорошей. Все-таки сохранность нашей фрески еще и все равно была бы такая хорошая, что они написаны дорогими красками. Ну, и теперь давайте же посмотрим фреску, которую я обещала вам показать в самом конце экскурсии. Фреску, которую молящиеся видели уже последней при выходе из храма, то есть ту, которая находится на западной стене Спаса Преображенского Собора, то есть на той стене, где по канону, вы помните, по правилам, все-таки должен быть Дейсу, Страшный Суд. Что касается Страшного Суда, он у нас оказался в алтаре, а Рая и Ада, которые всегда тоже изображались на западной стене, в нашем соборе нет вообще. Ну, так давайте посмотрим. Два, три, десять. Два точно. Сколько? Два, три, десять. А у нас на западной стене, и со Страшного Суда, и со Страшного Суда, и со Страшного Суда, дается совсем другой акт импозиций, сошествие Святого Духа на апостол. Ну, вы, конечно, понимаете, в XII веке ничто случайно быть не могло, но разведывая фреска, если для нас не Страшный Суд, видимо, по смыслу она была намного важнее, для храма XII века, чем Страшный Суд. Ведь в чем значение фрески, которую люди видят последней, выходя из храма? То, что эта последняя фреска перед глазами человека должна была ему делать какое-то напутствие. То есть человек из храма обязательно должен находиться напутствие. Так вот, смысл этого напутствие – это фреска. И для правды XII века имеет огромное значение. Ну, давайте сейчас с вами об этом убедимся. Итак, собрались ученики апостола Иисуса Христа в Иерусалиме. Напразднованных праздников Троица. Иисуса Христа с ними уже нет, он уже вознесся на небо. И в самый разгар праздника, начиная страшное горе, окна гордоцами сидели апостола открылись, и через них на каждого апостола, в виде языка пламени, сошел Святой Дух. Правда, на нашей пресне Святой Дух изображен его необычайно. И сразу после того, как на апостолах сошел Святой Дух, с ними приучились необыкновенные учения. Ну, как написано в Евангелии, они тут же заговорили на всех языках, которые только существовали в мире. И благодаря этой необычайной способности апостолы зашлись по земле и стали проповедовать, распространять христианство на всех языках среди всех народов. Ну, а какая мысль, какая идея могла бы сложнее для храма XII века, чем это распространение христианства. Это для XII века, когда условие язычества во всем существовало. А этот храм был одним из самых первых христианских храмов в службе. И он, вместе со своими фресками, должен был утверждать христианство в городе. Для этого же не художественного построя. Так вот, в смысле, это утверждение христианства, эта фреска и имеет огромное значение. Ну, согласитесь, этот человек XII века, может быть, выходя из храма, даже было бы еще и страшновато смотреть на страшные суры, тем более на Ап. Вот он видел эту фреску и, выходи, может быть, задумывался о том, что ему надо какую-то лепку внести в то, чтобы эта религия утверждалась в его городе. Ну, а как тут не запомнишься, если апостолы взглядами на путь стоит выходящего человеку, взглядами ему говорят, ну, что, он выходишь, так выходи и делай то, чем никогда ты занимаешься. Неси эту религию среди тех, кто тебя отружает. Потому что мы уверены, что по смыслу эта фреска была самой важной для наших храмов XII веки, ну, даже, скорее всего, несколько пропагандистской. Под сошествием Святого Духа зияет огромное выбои на стене. Это след от снаряда, который влетел в собор в июне 1944 года во время освобождения от Сбора фашистов. Этот снаряд влетел через восточный акт Мерабана. Это вот наш советский снаряд. Он литится с той стороны, откуда наш наступает. Пролетел весь объем, врезался в западную стену, застрял в ней, но не взорвался. И мы до сих пор считаем чудом, что это выбоиное, единственное повреждение собора за годы Великой Отечественной войны. А по большому счету, это выбоиное вообще единственное повреждение собора за всем 9 столетия его существования. Вот это не чудо ли? Ливонские рыцари, которые на Псков нападали, они с этой стороны нападали, со стороны Шестонии, они постоянно в Мерушеском монастыре разоряли, монахов убивали. Потому что здесь, на этом берегу реки Великой, псковичи не строили обранецных стен и пашню. Вся наша обранецная стена, надо вспомнить о том, что татарам от рода Торстого его города не нашли. А вот тоже не подстоял, если бы у нас был этот татарам от Великой Отечественной войны. Поэтому Спасо-Преображенский собор это уникальнейший памятник не только нашей российской, но и мировой комплектуры. И, наконец, в 2019 году начали сессию ЮНЕСКО Спасо-Преображенский собор с еще девятью древними травмами Пскова уже официально был внесен в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что у нас в Пскове с населением-то всего, даже менее 200 тысяч человек, аж 10 памятников мирового значения. Это очень много, вредского статуса нашего города, но и люди к нам тоже в Пскове тянулись. А Сатурнский музей, который здесь работает, тщательно следят и сохранят Сухрест. Здесь три раза в день измеряют температуру, измеряют влажность. Здесь надо поддерживать постоянные угры, которые способствуют Сухрест. Ну, зимой у нас обычно нужно и платья работать, и, по всему, и, этом, и сушители. Ну, и правила у нас есть. Собор открыт только в хороших погонах. Если дождь, там окрая снег, собор закрывают. Потому что, если даже люди взрывают деревья, где-то стоят, старение перейдет, и влажность повышается. А самое страшное для пресса это повышенное множество. Ну что, я благодарю вас за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Рыжик идет. Так, так, Рыжик, не подходи ко мне. Да, жди, сейчас тебе принесут. Сиди, жди. Сиди вон там, жди, сейчас принесут тебе. Ай, какая красота и благодать. Все строится, все ремонтируется. Рыжик, иди, иди, жди. Иди, жди хозяйку, не надо ко мне. Иди, иди, иди. Не надо ко мне идти, Рыжик. Не надо ко мне. Иди. Жди хозяйку. Хозяйка придет сейчас. Так, спасся Преображенский собор. Рыжик, отстань от меня, пожалуйста. Так, ой, еще один кот. Вот, я не поняла, он настоящий или нет. Он застыл как-то. Ловит кого-то, видимо. Охотится. Застыл. Так, какой домик симпатичный. Так, вот все сидит. Птица ловит, видимо. Иди лови тоже. Иди лови. Ну, смотри, ловит как. Ловит кого-то. Так. Иди ловит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok